Староскольский филиал Московского геолого-разведочного института — это кузница кадров, горняков и металлургов. Здесь развернулся 963-й избирательный участок. Анатолий Костылев — студент института, работает на Столинском горнообогатительном комбинате. Это голосование особенно для него первое. Я ехал домой после смены с работы и решил заехать проголосовать. Слово каждого по отдельности ничего не стоит, а вот когда людей много, они решают. Процесс термометрии, антисептик, соблюдение дистанции, наличие маски — обязательное условие. Наблюдатели признают, все проходит по правилам, нареканий нет. Мы смотрим за безопасностью, мы специально сюда направлены. И в общем тут все дисциплинировано и все хорошо налажено. Избирательная комиссия. Тем, кто не может прийти проголосовать, представители избирательной комиссии приезжают на дом. С ними наблюдатель. В запасе у выездной бригады маски, перчатки, ручки и антисептические средства. Мы пожилым, престарелым, особенно частный сектор выезжали и также голосовали. Все были рады, довольны остались. Они ждали нас. Наблюдатель тут тоже смотрит, рядом с ними находится и наблюдает, чтобы правильно все было исполнено этим голосованием. Благодаря возможности досрочного голосования, многие свой выбор сделали заранее. А заявку на выездную бригаду оставляли для пожилых членов семьи. Очень удобно. Мы очень благодарны, что вот так приходят домой, как говорится, что люди будут все охваченные. Пожилой человек, нога не может двигаться. Она не выходит на улицу даже вот только здесь во дворе и все. На то, что надо идти куда-то, то глянь. По честному. У меня сердце. Я инвалид второй группы. Не могу дойти, подняться там по порожкам надо. Конечно, удобно. Вы пришли, вот я проголосовала. Три дня голосования. Противоэпидемиологические меры как на стационарных участках, так и на дому. Все это для комфорта и безопасности избирателей. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорья.